В это время появились некоторые доклады НИИ ВВС с оценками всех наших серийных самолетов. В частности, 15 февраля 1942 года вышел доклад работам матчасти самолетов ВВС КА по опыту Отечественной войны, в котором НИИ ВВС постарался самолету Лак-3 дать более благоприятную оценку, чем иногда в оценках летчиков фронтовых, он писал, что самолет Лак-3 применяется на фронте для борьбы с истребителями противника, для штурмовых действий по наземным целям, для сопровождения своих бомбардировщиков и штурмовиков. В системе ПВО он применяется как перехватчик неприятельских бомбардировщиков, как патрульный самолет и как ночной истребитель. В общем, это была довольно натяжка, большая, конечно, мы знаем оценку Стефановского, когда он там при первых ночных налетах на Москву облетал наши новые истребители, сказал, что пламя от пулемета слепит летчика, и он после первой очереди уже ничего не видит практически. В воздушном бою за Лаком сохраняется преимущество на вираже по отношению вражеских истребителей. С основным серийным истребителем противника МЕ-109 с мотором ДБ-601А самолет Лак-3 может с успехом вести воздушный бой на виражах и путем лобовых атак, несколько уступая ему в вертикальном маневре. Самолет Лак-3, как скоростной истребитель, хорошо показал себя на поле боя. Ну, то есть, вот НИИ ВВС пытается как-то выгородить самолет. Да, жаль мне ВВС, конечно, в феврале 42-го года не знает, какой основной самолет истребительный противник. Значит, об этом мы тоже поговорим чуть позже. Вооруженный реактивными снарядами успешно применяется для штурмовых действий по переднему краю неприятельской обороны, по вражеским колоннам, скоплениям войск и по зенитным батареям. Также успешно Лак-3 применяется и по вражеским аэродромам. Самолет Лак-3 первых серий был сильно перетяжелен. Полетный вес до 3346 кг при вооружении 3 пулемета калибра 12,7 и 2 пулемета 7,62 мм, вследствие чего его пилотажные свойства редко ухудшились. Самолет Лак-3 последних серий облегчен. Его полетный вес равен 3080 кг с пушкой калибра 20 мм и одним пулеметом 12,7. И запасом горючего 250 кг без консольных баков. В связи с уменьшением полетного веса его пилотажные и взлетные качества улучшились. Этот самолет более отвечает требованиям воздушного боя и им летчики Ленинградского фронта, сведения из района Череповца, довольны. Выводы по самолету Лак-3 с М105П. Самолет Лак-3 последних серий успешно может вести воздушный бой с немецкими истребителями. Эффективно поражать своим пушечно-пулеметным огнем бомбардировщиков противника и применяться для штурмовых действий, имея установку реактивного оружия. Для успешной борьбы с новыми модифицированными немецкими самолетами МЕ-109 и МЕ-115 на строящемся серийном самолете Лак-3 необходимо повысить максимальную горизонтальную скорость путем усовершенствования его аэродинамики и срочной отработки новой ВМГ с мотором М82. Ну, то есть, этот вопрос они как раз отслеживали. Ну, и для улучшения вертикального маневра и его взлетно-посадочных свойств необходимо поставить перед главным конструктором самолета, товарищем Лавочкиным, задачу по облегчению самолета. Например, удаление контрбалансиров, что уже, кстати, и было проделано, удаление остатков клея на стенках фюзеляжа, вес которых доходит до нескольких десятков килограмм. Ну, тут они, конечно, говорят. Ничего себе, клея сколько намазали. Ну, видимо, вместе с контрбалансирами имели в виду. Лавочкин, кстати, на самолете 1765 это уже выполнил, правда, как раз к началу марта, где-то в это уже время. О другом материале НИВВС от 14 февраля 1942 года, где сравнивались наши немецкие импортные истребители, говорилось. Боевые свойства самолетов Як-1, МиГ-3 и ЛАГ-3. В воздушном бою на высоте 2000 метров и выше самолеты Як-1 имеет некоторые преимущества перед самолетом Ми-109. МиГ-3 с предкрылками имеет незначительное преимущество в маневре, но уступает по мощности огня. ЛАГ-3 уступает в маневре, но имеет преимущество в мощности огня даже в случае одной пушки ШВАК и одного пулемета БС. На высотах же ниже 2000 метров наши самолеты значительно уступают самолету Ми-109 Ф-2 как по скорости, так и по маневренности. В результате этого недостатка немецкие летчики предлагали и навязывали бой на низких высотах, на которых, избегая одиночного боя, а действуя массами, имели преимущество перед нашими самолетами. Какое коварство, да? Да, в смысле летных данных и маневренности на первом месте стоит самолет Як-1, но и он значительно уступает немецкому истребителю Ми-109 Ф-2, который имеет максимальную скорость у земли 510 км в час, разбег по времени 12 секунд. У нас где-то в декабре 1941 года был захвачен трофейный Ми-109 Ф-2. Сел Мессер С-52 эскадра, второй группы под Москвой, четверка желтая. Но дело в том, что в то время его как следует испытать не удалось, то есть НИИ ВВС там уехал, и они только у земли сумели померить максимальную скорость, ну и разбег, там взлетные свойства. Ну, 510 км в час у земли уже было выше, чем у наших всех, которые там вот 450, а то если там со всякими РСами и того меньше давали, там 460, там может. Причем это и Як-1, и МиГ-3, там и ЛАГ-3, поэтому АЭК километров на 50, там а то и больше имел преимущество. Ну, понятно, что наши пытались вот эти вот цифры привести, чтобы подстегнуть. Да, еще учитывая, что немцы уже Ф-4 довольно много к тому времени было. Ну, про Ф-4 еще здесь разговора нет, наши о нем ничего пока не знают. К сожалению. Да, они и Ф-2-то как следует не испытали, в общем-то. Полные испытания вот этого Ми-109, Ф-2 прошли только в апреле 42-го года, и то неправильно, как мы теперь знаем, да? Ну, и учитывая вот из-за этого… Ну, мы сейчас к этому подойдем, вопрос это, да. Нет, я ремарочку просто хотел сказать, чтобы людям было понятно, что вот это вот Ми-109-15, это вот как раз была проблемой того, что не понимали, какие самолеты реально у немцев, как называются правильно самолеты, поэтому то Хенхель-112 пытались 113 назвать. То есть, видели, что самолет немножко отличается от Ми-109Е, который был у нас куплен в Германии, да, соответственно, но не понимали… Он довольно серьезно отличался-то, и нос у него там из-за концовки крыла были другие там. Поэтому вот эта некоторая путаница шла она довольно долго еще там в документах. Да, практически в 42-м году она шла еще, хотя уже сказали, там приказ Новиков был, все там, это никаких там этих Е-113, Ми-115 нет, есть Ми-109-Ф. Да. Правда, вот эти буковки, они там обычно опускали, циферки вернее, Ми-109-Ф, он вообще там фигурировал потом еще чуть ли не до 1945 года, хотя уже был Ми-109-Г, там разных… Но они-то вообще похожи были между собой. Но эти-то были, кстати, да, похожи, поэтому тут в воздухе-то их было опознать трудно, наверное. Ну, в результате все эти попытки даже не в ВВС, а не как-то оттянуть принятие, так сказать, решения о судьбе ЛАК-3 ни к чему, в общем-то, не привели. Вопрос уже был и вне компетенции не в ВВС, да и, в общем-то, даже и командование ВВС, то есть, это все решалось у Сталина, там, и вот Шахурина, там, Яковлева, да, наверное, и все. То есть, вот эти, наверное, три человека имели какой-то, так сказать, вес и… Ну, главное мнение, конечно, было Сталина, то есть, а что ему, так сказать, докладывали Шахурина и Яковлев, мы можем только догадываться во многих случаях. Лавочкин там опять предпринял попытку доказать, что летные данные ЛАК-3 на самом деле лучше, чем вот все эти называют товарищи. Был такой вот самолет 19-59, который двухточечный трехбачный, опять же, да, который прошел на заводе испытания с 1 февраля по 10 марта 42-го года. Значит, самолет уже опять имел и летний камуфляж, правда, не убирающийся костыль, но и нормальный полетный вес 3100 килограмм. Домерили, что при отсутствии внешних подвесок, при закрытом фонаре и закрытом совке водорадиатора максимальной скоростью земли 495 километров в час. Ну, то есть, уже там типа подбирается к МС-109Ф, а на второй границе высотности 575 километров в час. Но при этом температурный режим по воде даже в зимних условиях уже превышал норму. А если привести температуру в норму, то есть, открыть совок водорадиатора практически на 47%, то максимальная скорость снижалась на 6-7 километров в час. Установка 6-ти балок реактивных орудий и двух бомбодержателей снижала скорость на второй границе высотности на 32 километра в час. А подвеска еще двух дополнительных подвесных баков еще на 14 километров в час. То есть, всего составляла 529 километров в час. Но самым интересным моментом в этих испытаниях была попытка найти новый способ увеличения максимальных скоростей, пока только у земли, путем применения форсажа мотора М105. Разговоры о том, поскольку М107 уже все поняли, что ждать можно очень долго. Само собой, назрело решение, что как-то все-таки мощность мотора М105 надо повышать. Об этом, так сказать, и Яковлев заботился, но и Лавочкин тоже решил проверить. И повысил давление наддува с 910 до 1100 миллиметров ртутного столба. Что позволило даже при пониженных оборотах, 2550, при отсутствии подвесок и закрытых совках радиаторов, получить на высоте 500 метров скорость 540 километров в час на этом ЛАГ-3. Неплохо. Вот, да. При том, что вместо 109 F2 510, да. Надо сказать, что и Яковлев тоже в это же время оказывал давление на Климова. Климов пока наотрез отказывался, боясь, что надежность мотора и ресурс резко упадут. Конечно. Вот, но, как говорится, Климову деваться было некуда, вся страна на него смотрела, и в результате ему руки выкрутили, заставили проводить вот эти испытания на повышенном наддуве. Ну, Яковлев действовал там самостоятельно через постановление ГКО соответствующее, то есть у него, так сказать, полномочий было гораздо больше, чем у Лавочкина. Лавочкин же тоже направил наркому Шахурину очередное предложение, как модернизировать ЛАГ-3, ввести форсированную мощность мотора М105 у земли, правда не 1100, а 1050 миллиметров, ну, что потом и было в серии утверждено. Снять подвески все, установить, правда, трехточечное вооружение, он все, так сказать, на вооружении напирал Лавочкин, предкрылки, установить консольные бензобаки на 90 килограмм, не отказываясь при этом от подвесных, но считая, ну, то есть вот тут вот, так сказать, и усидеть между двумя стульями, ну, считая нормальным полетным весом, заправку только трех центропланных баков, в этом случае полетный вес ЛАГ-3 составлял бы 3150 килограмм, максимальная скорость у земли на форсаже 520-530 километров, на номинале 490, на расчетной высоте 580, дальность нормальная 600 километров, с бензином в консолях крыла 770 и с дополнительными подвесными баками 900 километров. Но это предложение Лавочкина уже опоздало, оно датировано 16 марта 1942 года, а к этому времени решение, которого все, так сказать, опасались, оно уже состоялось. Товарищ Яковлев в своих мемуарах под названием «Цель жизни», которые были изданы еще в советское время… У меня две книжки. Большие издания выдержали. Все читали эти книжки, естественно, да. Он пишет так. «3 марта 1942 года я возвратился в Москву, и в тот же день был принят Сталином». Сталин стал подробно расспрашивать о Сибири вообще, о заводе, спрашивал о том, как дело обстоит с питанием там и так далее. Вспомнил, что ему пришлось побывать в Новосибирске лет 30-40 назад, когда он был сослан в Сибири, в общем… В далеком Таруханском крае. Да, было ли на самом деле, наверное, было, так сказать. С Яковлевым он не виделся несколько месяцев, пока тот в Новосибирске налаживал производство, я, Ксень, наверное, соскучился по нему. Потом, естественно, разговор сосредоточился на выпуске истребителей сибирским заводом, о чем я подробно и доложил. Сталин просил меня впредь помогать заводу с тем, чтобы довести выпуск истребителей, по крайней мере, до 10 в сутки. Надо сказать, что Егорковский завод примерно столько же в это время давал. То есть, Новосибирский завод уже за счет вот этих эвакуированных заводов стремительно наращивал свои производства мощности. Да, в принципе, они потом где-то шли почти ноздрев-ноздрев. Ну, в него перед войной же прям очень круто вложили. Там вложения-то были капитальные. Во время войны уже в эвакуацию, там, 5 заводов туда были эвакуированы. Да, да, да. То, что площадку там развивали давно, как раз туда все и приехало. Наверняка не только о сибирском заводе шла речь. 4 марта 1942 года было издано постановление ГКО номер 1388. Причем оно было чрезвычайно кратким, без названия, что довольно редко случается. И гласило. Первое – поручить заместителю Народного комиссара авиационной промышленности товарищу Яковлеву помочь наладить серийное производство самолета Як-3. На заводах 21 в городе Горьком и номер 23 в городе Москве. Ну, номер 23, так сказать, в связи с эвакуацией Ленинградского завода был передан бывшему московскому заводу 22 в Филях, который уехал в Казани. Там этот номер теперь был. А номер 23, он вот прилип теперь к этому заводу, который теперь уже называют... Ну, тот имени Горбунова, да, в 22 в Казани, а этот имени Хруничева теперь стал в Москве уже. Хотя тот номер 23, наверное, за ним так и сохранялся, пока он был в авиапроме. Переход на производство самолета Як-7 в Горьком осуществить без снижения достигнутого выпуска самолетов. Здесь самолетов в день, о чем я говорю, да? Третье, конструкторское бюро завода 21 в голове с главным конструктором товарищем Лавочкиным перевести на завод номер 31 в Тбилиси. Ну и дальше, так сказать, самолеты Як-7 выпускать с предкрылками. Это уже, так сказать, Яковлев там явно. Сейчас опубликовано у нас там на сайте, да, это постановление, видно там, причем черновик этого, где Сталин расписался. Видно, что это не рукой Сталина написано, скорее, я не подчерковед, но, скорее всего, Яковлев его сам и написал там. Потому что, во-первых, оно было, так сказать, вот тут пункты явно вписаны Яковлеву, там предкрылки, там Сталин бы не стал на аэропорт предкрылки писать. Ну да, скорее всего. А во-вторых, в нем не указано, собственно, как количественно-то показать или как, то есть, внедрить, а сколько, чего давать-то. То есть, это было неправильное постановление, то есть, такое спонтанное и явно сиюминутное. И уже 13 марта вышло нормальное постановление ГКО 1438 об организации производства самолетов Як-7 в заводе 21К, где уже было расписано там в мае дать столько-то Як-7-10, ЛАГ-3-270, в июне там 40-240, в июле там 100-180, в августе, наоборот, 180-100. А с сентября и дальше уже выпускать только самолеты Як-7, доведя в декабре до 300 штук в месяц. Вообще, так сказать, постановленческая активность Яковлева в эти дни опять была очень высока. Ну, вернулся в Москву, так сказать, получил опять доступ к Сталину. Значит, 14 марта вышло постановление о производстве самолетов Як-7 вместо завода 23, предложенного ранее, значит, площадки бывшего завода 81 в Тушино, присвоив ему номер 82. Вот, а, кстати, в постановлении 1465 об укомплектовании и оборудовании заводов 23, 45 и 82 от 16 марта указывалось передать заводу 82 для производства самолетов Як-7 все оборудование конструкторского бюро товарища Лавочкина в количестве 40 единиц, оборудование конструкторского бюро Камова 20 единиц, оборудование мастерских ЦАГи в Новосибирске и Казани 60 единиц. Ну, то есть, что я и говорил в начале, самолет Як-7 оказалось, было важнее не только там конструкторского бюро Лавочкина и Камова с ними-то уж ладно, но даже перспективных, так сказать, работ ЦАГи, то есть, мастерские ЦАГи оказывались уже не нужны, то есть, там какие-то испытательные установки новые, перспектива уже не интересовало товарища. Товарища Яковлева, да, нет, ЦАГи, Новосибирске и Казани, то, что было эвакуировано, видимо, из Москвы, то есть, ЦАГи был эвакуирован или в два места, в Казань и в Новосибирск, там как-то уж они поделились, я не знаю. Понятно, что перспективные работы по опытному самолетостроению, которое руководил товарищу Яковлев, ему были уже не нужны, то есть, Як-7, по его мнению, так сказать, все закрывал, все вопросы дальше были решены с этим самолетом. Лавочкину пока защищаться было нечем, ответа Шахурина на его письмо от 16 марта, видимо, не последовало. Опытный ЛАГ-3 с М-82 еще только выходил из производства, испытания начались чуть позже. Доводка ЛАГ-3 с М-107 практически остановилась. Надо сказать, что всего из заложенной малой серии с М-107 было достроено 7 самолетов, должно было быть построено 10, как мы помним. Моторов не хватило? Ну, дело в том, что испытания вот тех, которые опытного и первосерийных, они затянулись, поэтому военпред, собственно, самолеты не принимал, вернее, в феврале 1942 года были приняты по сборке два самолета. Два Л-7 номер 4 и два Л-7 номер 5. А окончательную приемку их было произвести невозможно из-за того, что мотор так и не был принят на вооружение. Постановлением ГКО от 13 марта судьба этих машин была решена. Во-первых, пункт удивительный, всемирно форсировать доводку самолета ЛАГ-3 с мотором М-107 и его летные испытания. Для чего дополнительно к работам, проводящимся главным конструктором Лавочкиным, который должен был уехать в Тбилиси, передать заводу 26 для летных испытаний моторов 107 три самолета ЛАГ-3 с этим мотором. Три самолета Лавочкин собирался забрать с собой в Тбилиси, а еще один был разбит. Не знаю, по каким причинам, не указано. Чтобы закрыть тему с мотором М-107, скажу, что по каким-то причинам на завод 26 в Уфу было отправлено только два самолета. Из вышеуказанных трех. Вот как раз вот эти два Л-7-4 и два Л-7-5, которые были, видимо, более других доведены до летного состояния. В конце мая 1942 года на них были установлены новые моторы М-107 и на ЛИС завода 26 начались их летные испытания. Отдельные полеты были весьма удачны. Так, у второй декады июня на машине номер 4 в трех полетах была проверена скороподъемность до 3000 метров. Площадки на полном газу по 5 минут при 3200 оборотах в минуту, то есть максимал на высотах от 1000 до 3000 метров. Мотор работал удовлетворительно, температуры масла и воды были в норме. Но, впрочем, еще семь полетов закончились неудачно, как из-за дефектов мотора, так и самолета. Не уборки ног шасси там, а уборки рефлюентов масла радиатора и прочее. К началу июля на самолете номер 4 было выполнено уже 22 полета с наработкой мотора в воздухе 9 часов 48 минут. При том числе 6 программных полетов на режимном номинале первой и второй скорости нагнетателя. В полете оборвался шатун, загорелся правый мотор, ведущий инженер и бортмеханик. Выпрыгнули на парашютах, а летчик-испытатель Лазарев при падении самолета погиб. Ну, это, собственно, катастрофа и поставила точку в истории мотора М-107. Его летные испытания были свернуты. Характеристики мотора уже считалось, что не отвечают требованиям. Современным, да? Да, современным. И главному конструктору Климову ничего не оставалось, как повышать, как говорится, ставки. Он вышел с предложением, что разработает новый мотор. Правда, назвал его по политическим соображениям М-107А. Ну, собственно, дальше это уже другая история пошла. В марте и апреле 1942 года Лавочкину уже было не до самолета Лактрис М-105. То есть все его надежды были теперь с опытным Лактрис М-82 о том, о чем мы будем говорить там дальше. Вот. И в этом период определенную роль в судьбе Лактрис сыграл НИИ ВВС все-таки. В связи с испытанием вот Лактрис М-82 на завод прибыла комиссия с НИИ ВВС или ИИ. Ну, до этого, конечно, приехал сам представитель и сначала КБ Яковлева, потом сам Яковлев, там открыли парадный вход, там ему оборудовали кабинет, там, как вспоминает Алексеев и ЗАГС, которые там были закрыты в связи с началом войны. Для Яковлева это все было обратно. Начальство приехало. Ну, замнаркома всякие, конечно. Вот. АКБ Лавочкина быстро подан был эшелон, значит, АКБ с недостроенными и доведенными опытными машинами, в том числе Л-5 и Л-7, было погружено в этот эшелон, отправлено в Белиси. Сам Лавочкин со считанными помощниками, ну, по некоторым, так сказать, воспоминаниям их было всего 6 человек, получил пока разрешение остаться в Горьком для испытания вот этого опытного Лактриса М-82. Однако уже никаких полномочий больше там не имел, то есть не являлся главным конструктором завода. Круто. Да, ну, в это время уже был, так сказать, совместный приказ ВВС и НКП об испытаниях Лактриса М-82, как я говорил, уже приехала вот эта комиссия, в том числе из НИИ ВВС, там было немало представителей ответственных. Ну, еще до этого, правда, с 18 по 26 апреля в Свердловске на аэродроме Кольцова прошел подробное испытание серийной Лак-3-23-2, который вот там часто, фотографии его фигурируют с подвесными баками, такой самолетик, мы его покажем, да? С мотором М-105ПА, винтом ВИС-61. Это типичная серийная машина зимнего выпуска завод-21, двухточечная, трехбачная, с шестью балками РС, бомбодержателями и оборудованием под подвесные баки. Он был первый раз подробно испытан, начиная вот с 7.15, самолета, который испытывался в сентябре 1941, вот из-за зимних вот этих всех трудностей первый раз состоялись подробные испытания серийного Лак-3. Четыре варианта загрузки на колесах с шестью РС-82, на колесах с шестью РС и двумя подвесными баками, на колесах без РС и без подвесных баков, при этом его полетный вес был всего 3038 кг, между прочим, с летней зелено-черной окраской, а также и на лыжах с шестью РС-82 и с белой зимней камуфлирующей окраской. То есть подробно испытывали в всех вариантах. Испытывал, кстати, летчик-испытатель НИИВС капитан Скупченко, это тот, который в 1941 году, в 89-м ИАП, обучал и воевал, и назвал Лак-3 фанерным ящиком. Ну, правда, не от себя, а от имени фронтовых летчиков. Ну, в результате летные данные этого самолета, даже в самом истребительном, что называется, варианте, на колесах и без всех подвесок, оказались гораздо хуже, чем, например, вот заводские испытания 19-59, значит, у Земли было получено скорость 446 км в час, а на второй границе высотность 539. Что было лучше, чем у самолета 715, всего лишь на 4-9 км в час. Ну, а остальные варианты было, понятно, еще хуже. С шестью ИРС-82 скорость снижалась на 19-20 км в час, а на лыжах и зимняя окраска еще на 22-27 км в час. Техника пилотирования была, правда, признана более простой. В машине еще был контрбалансир руля высоты, но усилия на ручке были великоваты. Но главной претензией был чрезвычайно высокий температурный режим по воде, даже в марте-апреле, с полностью открытой заслонкой водорадиатора. Если зимой эта проблема ушла на второй план в связи с холодами, то приближением лета вопрос опять стал муссироваться. Пока там испытывался и доводился серийный ЛАГ-3 СМ-82, возник там перерывчик, и 1-4 мая 1942 года на заводе 21 вот эта бригада НИВУС, которая там пока простаивала, провела испытание еще одного серийного ЛАГ-3 СМ-27-29. Он был испытан в двух вариантах, с шестью балками РС-82 и двумя ухватами бомбодержателей, и без них, а также уже при повышенном до 1050 мм рт. ст. надуве мотора. Сравнивая замеренные летные данные с данными, полученными заводом при испытаниях самолета 1959, оказалось, что максимальной скорости ниже у Земли на 35 км в час, на первой границе высотности на 30 км в час, а на второй границе высотности на 40 км в час. В результате анализа причин было указано, что испытания уже проводились при температуре у Земли около плюс 15, что заставило полностью открыть заслонки радиаторов, это снизило скорость на 23-27 км в час. В самолете 27-29 стоял винт ВИЗ-105, а там винт ВИЗ-61, что еще уменьшило скорость на 3-5 км в час. А также самолет 1950 имел улучшенную внешнюю отделку, значит, опять специально готовился к заводу. Клей почистили. Да, клей почистили, может, там пополировали. А самолет 27-29 был взят наугад с отлётной линейки, то есть, типичной серийной самолета, и это выразилось в потере еще 6-8 км в час. Но главное опять было обнаружено, что даже при полностью открытых заслонках радиаторов, температура воды и масла на максимальных режимах выходит за допустимые пределы. НИВВС протестовал результаты заводских испытаний самолета 1959 как методически неправильные. Снова поставил вопрос о скорейшей доводке температурного режима вопроса. Только вроде в 1941 году этот вопрос как-то решили. Оказывается, не решили. Поскольку у Лавочкина уже было не до ЛАК-3, с мотором М105, НИВВС взял инициативу в свои руки и предложил установить дополнительный насадок на вход туннеля серийного водорадиатора, чем увеличилась его площадь. К авторам этого предложения был 6-й отдел НИВВС и в дальнейшем он так и назывался – насадок НИИ. Насадок изготовлялся вырезкой по шаблону с последующей склепкой или сваркой из двух листов АМЦ толщиной 1 мм и затем одевался на срезанную на уз переднюю кромку деревянной части туннеля водорадиатора и крепился шурупами. Установка насадка вдвое увеличивала поперечное сечение входного отверстия туннеля. Работа была это очень простая и могла быть выполнена прямо в строевых частях в полевых условиях. А вопрос решился? Вот, насадок был установлен на самолет 871, но это тоже там опытная машина болталась в ОКБ. С 17 по 23 апреля еще 1942 года были проведены сравнительные испытания к полетам с насадкой и без него и сравнены с машиной его 23.2. В результате выяснилось, что насадок снижает температуру воды на режимах подъемности и максимальной скорости на 12-15 градусов, даже при использовании повышенной мощности мотора. Температура воды находилась в пределах нормы. К тому же установка насадка позволяла летать на номинальной мощности с полностью закрытым совком водорадиатора, что в сумме давало снижение максимальной скорости не более 3 км в час. При открытом совке водорадиатора скорость с насадком была меньше на 8 км в час. Единственным недостатком было признано, что при снижении на планировании возможно снижение температуры воды ниже минимума. И было признано, что нужно устанавливать затенитель на входе в туннели водорадиатор. Кстати, эта штука зимой и так устанавливалась на серийных ЛАК-3, просто мы об этом не знаем. В результате было рекомендовано срочно установить насадок на всех серийных ЛАК-3 и с одновременной установкой затенителя на входе в туннель водорадиатора на тех самолетах, где его не было. Этот насадок НИИ мы часто видим на фотографиях 1942 года. Действительно было внедрено и в серии, и в строевых частях. Ну что, как-то удалось в результате этого мероприятия привести температуру в норму. Хотя, опять же, да, некоторое снижение максимальных коростей все же он вызывал. Но, тем не менее, в эксплуатации, конечно, проблема была решена. Ну и главным достижением, так скажем, положительным весны 1942 года для нашей авиапромышленности можно считать, что это внедрение все-таки форсированного мотора М-105ПФ, теперь уже он назывался, да. Климову все-таки руки выкрутили, испытания на повышенных режимах, так сказать, мотор прошел, 100 часов ресурс на стенде выдержал. Значит, 10 марта еще Сталину было доложено заключение, значит, по этому вопросу о повышении боеспособности советских серийных истребителей, значит, которые подписал зам. наркома Яковлев, зам. командующего УВС генерал-лейтенант Петров, главный конструктор Климов, начальник ЦАГи Шишкин, исполняющий обязанность начальника Ильи Чесалов и зам. начальника ЦАГи Поляковский, который у нас был известным двигателистом, значит, в котором предлагалось форсировать мощность мотора М-105П путем повышения наддува нагнетателя с 930 до 1050 мм, что давало бы прирост скорости на высотах от 0 до 4000 м до 20 км в час. 13 марта 1942 года вышло постановление ГКО о повышении скорости серийных истребителей форсирования мотора М-105П, в котором, значит, нарком авиапромышленности Шахурин и главный конструктор Климов обязывались к 1 апреля обеспечить подготовку серийного выпуска серийных моторов. Конечно, срок 1 апреля выдержан не был, но 28 апреля Шахурин все-таки доложил результаты Сталину, что сегодня, 28 апреля, удовлетворительно закончил просто часовые испытания, форсированный мотор М-105ПФ. Значит, ну и взлетная мощность у него увеличилась с 1100 лошадиных сил до 1210. Ну и дальше шли вот эти вот цифры по высотам, первой, второй, скорости нагнетателя. Правда, высотность на первой скорости понизилась с 2000 до метров до 700, а на второй с 4000 метров до 2700. В результате с 1 мая начался выпуск моторов М-105ПФ. Переделка, кстати, по отношению там была очень небольшой, какие-то усилены были только поршневые пальцы в моторе, в общем-то, больше там ничего делать не потребовалось. Дальше последовали и другие постановления. Значит, 19 мая, значит, постановление ГКО 1789 определило сроки перевода самолетных заводов уже на выпуск истребителей с форсированными моторами. Заводы 21 и 31 в производстве самолетов ЛАГ-3, значит, должны были перейти в течение 23 и 25 мая заводы 153 и 82 в производстве самолетов ЯК-7 не позднее 1 июня. Завод 292 пока еще не переходил. С заводом номер 21 и 31 было рекомендовано восстановить на самолетах ЛАГ-3 крыльевые дополнительные протектированные баки вместо подвесных, устанавливаемых сейчас. Значит, почему такое вдруг было дано, когда его вроде уже сняли с производства ЛАГ-3, ну, на завод 21, по крайней мере, оказалось, что, ну, мы должны здесь сказать, что 19 мая все-таки было принято постановление ГКО о том, что ЛАГ-3 с М82 успешно прошел совместное испытание и запускается на заводе 21, да, в серийное производство, а производство ЯК-7 снимается на период перехода, значит, с ЛАГ-3, теперь уже ЛАГ-5, как он был-то в первоначале назван, вот, в производстве ЛАГ-3, значит, крыльевые дополнительные баки восстанавливаются, то есть, опять 5-бачная система. Она на ЛАГ-5, по-моему, перешла, да, сначала? Ну, она вначале перешла и на ЛАГ-5. Еще один вопрос, который был положительно решен в это время, ну, надо сказать, что в апреле Жигарева в должности командующего ВВС Красной Армии сменил генерал-лейтенант Новиков, и это, в общем, положительно сказалось, я бы даже сказал, очень положительно сказалось на дальнейшей судьбе нашей авиации, и вообще истребительной в частности. То есть, Жигарев за период своего командования, в общем-то, показал себя довольно пассивным руководителем, то есть, он, видимо, очень боялся принять какое-нибудь неправильное с точки зрения Сталина решение, и практически никаких мероприятий по поводу совершенствования и структуры ВВС, там и тактики, и подготовки личного состава при нем не было сделано, за исключением разве, что только последних месяцев, там, февраль-март 42-го года, когда к нему первым замом как раз в подаче Жукова был назначен Новиков. И вот в этот момент началась как раз некоторая, так сказать, такая деятельность по поводу предложений Сталина о изменении вот этих вот структур ВВС, там, ну, в основном с организацией воздушных армий, там, или воздушных флотов, там были разные несколько вариантов, часть из них была подписана Жигаревым, часть была подписана отдельно от Жигарева Новиковым, его первым замом, ну, и в результате, вот, 12-го, по-моему, апреля Жигарев все-таки был отстранен от должности, назначен командующим ВВС Дальневосточного фронта, ну, ему повезло по сравнению с предшественниками все-таки. Прямо скажем. Да, Новиков уже в апреле-май развернул бурную деятельность, то есть, во-первых, он там поменял серьезно весь командный состав, то есть, главным инженером был назначен ВВС Репин, Александр Константинович, там, первым замом Вражейкин, вот, там, начальник штаба был, Худяков назначен, ну, то есть, командование ВВС практически полностью, там, я так понимаю, заменилось, по крайней мере, ключевые вот эти все фигуры стали новыми, ну, и в результате, значит, они, видимо, предприняли некий мозговой штурм, а что же можно делать, так сказать, по увеличению боеспособности нашей авиации, и кроме вот этих вот мероприятий в части организации воздушных армий, ну, то есть, объединение ВВС в пределах фронта под единое командование, о чем мы, наверное, надо нам все-таки говорить отдельно. Обязательно. Вот, а в техническом плане вот вышло постановление ГКО 17.21 от 10 мая об истребителях, которым гласило, значит, опытом доказано, что РСы и установки под них отнимают у наших истребителей скорости до 30 километров, а открытые фонари дополнительно отнимают до 20 километров скорости. Все это ведет к тому, что наши истребители не могут ввести успешные бои с новыми мистершмиттами, которые летают с закрытыми фонарями и не имеют РСов. В целях ликвидации этих недостатков для повышения скорости и боеспособности наших истребителей ГКО постановляет обязательный КАП товарища Шахурина впредь выпускать истребители Як-1, Як-7 и ЛАК-3 без РСов. Обязать командующего ВВС Красной Армии Новикова снять в срочном порядке установки для РСов с находящихся в строю истребителей Як-1, Як-7 и ЛАК-3 и МиГ-3. Обязать командующего ВВС Красной Армии дать приказ по авиачастям о том, что летчики на истребительных самолетах, поименованных выше типов, летали при маршрутных полетах и догоняли в воздухе противника или уходили от него, когда в этом будет необходимость, обязательно с закрытым фонарем. В остальных случаях разрешить летчикам летать с открытым фонарем. В принципе, надо оценивать, конечно, это постановление все-таки со знаком «плюс», хотя оно было и, в общем-то, не бесспорно, особенно для фронтовых летчиков. Вот, это мы потом еще увидим в будущем, да. Ну, а по части «летать с закрытым фонарем» – это вообще, так сказать, была песня довольно, так сказать, с долгой историей, и окончательно решилась она только к 44-му году, когда фонари стали делаться с механизмом аварийного сброса. До этого, не имея такого устройства, они, летчики фронтовые, я имею в виду, очень сильно опасались, что… Выпрыгнуть не получится. Да, не получится, так сказать, в критических ситуациях, там на большой скорости или просто там из-за повреждения, там огнем противника и фонарь заклинит, и они, так сказать, останутся в ловушке. Поэтому в боевых условиях все равно продолжали летать с открытым фонарем. Ну, плюс качество еще самое плохое было. Ну, и это тоже, да, влияло. Маслом забрызгивало фонари. Хотя там к 43-му году вроде бы как бы улучшилось все это дело, но тем не менее. Все же в системном плане Новиков все-таки расставил все по своим местам, то есть теперь наносить удар по наземным целям должны были, так сказать, специально для этого предназначенные штурмовики, а истребители должны были заниматься своим делом – обеспечивать господство в воздухе путем введения воздушных боев с истребителями противника. Для воздушного же боя РС они годились по определению, то есть их вероятность попадания в воздушном бою практически была равна нулю, но по наземным целям тоже невелика. Значит, как у американцев были дистанционные взрыватели для зенитных снарядов? Да, я думаю, что даже это лучше бы было. Ну вот, и что касается самолета ЛАГ-3, то 7 июня было принято еще одно специальное постановление ГКО номер 1895 о самолетах ЛАГ-3, в котором говорилось, что в целях облегчения управления самолетом ЛАГ-3 и для увеличения его летных данных ГКО постановляет обязать Шахурина, директора завода 21 Гостинцева и главного конструктора Лавочкина ввести на самолетах ЛАГ-3 предкрылки, вот как раз, элероны и рули высоты с улучшенной компенсацией и убирающийся костыль с выпуском серии всех этих, всех самолетов ЛАГ-3 с этими улучшениями с 1 июля 42 года. Ну и в то же время, значит, завод 31, директор завода Агаджанова, ввести эти улучшения с 15 июля 42 года. Таким образом, этим постановлением ликвидировались все еще имеющиеся у ЛАГа недостатки по управляемости, то есть тяжелое управление рулями, да, и улучшение несколько аэродинамики, хотя теперь вместо убирающегося костыля придумали так называемый полуубирающийся костыль, поскольку, как я понял, все-таки убирающийся было в прежней конфигурации довести тяжело, но это мое, так сказать, личное соображение, документов я на этот счет специальных не видел, все-таки причины складывания вот этого прежнего варианта костыля, я считаю, не очень удачную кинематику, то есть вот когда в выпущенном положении, ну мы там схему покажем, да, усилие вот этого подъемника, так сказать, сила его, она практически параллельно вот этой вот, ну то есть ось вращения и ось этого подъемника были очень близко друг к другу расположены, и момент, так сказать, вот когда он в конце, так сказать, выпуска должен был встать на замок, там это момент вращения практически сводился к нулю, в результате любое, так сказать, нарушение, там или повышенное трение, там или грязь попала, или снег, там вода, так сказать, чего-то такое, вот приводили к тому, что костыльный замок не становился и, так сказать, в результате складывался при посадке, да. Ну есть вообще говоря легенда, что Лавочкину вообще предложили для выяснения причин, что же там происходит при складывании костыля, посадить в хвост самолета какого-нибудь подростка небольшого, чтобы он своими глазами увидел, что же там происходит при этом, то ли, так сказать, костыльный замок не становится, то ли становится, но потом срывается там по какой-то причине, но Лавочкин, конечно, такое предложение не принял, а, видимо, вот придумал какой-то полуубирающийся костыль, то есть замок вот этот куда-то перенесли немножко в другое место, то есть где момент все-таки усилия было наоборот побольше, чтобы гарантированно поставить полу. Ну, в результате такие вот появились створки выпуклые, там, что наши моделисты часто любят, так сказать, рисовать в своих чертежах, ну, при этом и второе, так сказать, примерно как на Ил-2, там колеса чуть-чуть, шасси основные выступали за габарит этих гондол, и при посадке на пузо все-таки… Крутились. Что-то там, да, садился не… то есть амортизировали хоть немножко, здесь бы такой, то есть если он даже совсем не выпустился, ну, вот этот чуть-чуть торчащий дутик, вон как бы… Ну, створки, конечно, отлетели бы, закрытые, а все-таки нижняя часть фюзеля пострадала бы поменьше. Ну, и вот с этими полуубирающимися костылями, с предкрылками и улучшенными рулями с 25 июня лаги стали внедряться, правило, как я понимаю, не все они как бы сразу заменились, но тем не менее к концу серийного выпуска последней серии действительно были уже такие улучшенные. На 21 заводе, да? Ну, и на 31 тоже в это же время это все внедрялось. А когда закончили на 21 заводе производства уже? Ну, вот лаг 5 уже, первый серийный был выпущен 30 июня, принят военпредами, и дальше постепенно он вытеснял-вытеснял, и где-то к ноябрю там… Фотографии есть на конвейере, рядом стоят. Ну, это где-то примерно на август-сентябрь, да, 1942 года. И то есть, после этого, с сентября, с октября уже только на 31 заводе в Тбилиси продолжают производство? Да, ну, это уже будет, как говорится, вторая жизнь ЛАГ-3, где за его, так сказать, совершенствование отвечал уже главный конструктор 31 завода Горбунов Владимир Петрович, да? Лавочкин прекратил заниматься фактически вот ЛАГ-3, вот примерно с июня, там, июля 1942 года. И все свои усилия уже направил на совершенствование самолета ЛА-5 и дальнейшее его развитие. Значит, еще один вопрос, который здесь бы надо обсудить, это вопрос о загораемости наших самолетов. Неожиданно летом 1942 года вдруг возник вопрос о загораемости самолетов. Хотя, как мы помним, уже в отчетах, там, августа-сентября, там, октября 1941 года уже, вот, в первых донесениях фронтов уже указывалось, что ЛАГ-3 имеет меньшую загораемость по сравнению, там, с МИГ-3 и Як-1, вот. Ну, тогда это как-то прошло так незамеченным, скажем, констатировали, ладно. Вдруг летом 1942, значит, этот вопрос снова возник, причем на самом высоком уровне. Даже Яковлев в своей книге «Цель жизни», так сказать, не смог обойти этот вопрос. Яки горят. Да, яки горят. Там у него даже такой разделчик был, где он пишет, еще в Москве, но он опять поехал, там, пишет, «Новосибирск», там его послал Сталин. Опять курировать 153-й завод, усиливать, так сказать, выпуск самолетов. Ну, там летом у нас начались сильные бои опять. Сильные проблемы. Да, и сильные проблемы появились, количество выпускаемых самолетов, вернее, так скажем, потери наших истребителей на фронтах стали быстро догонять по суммарным цифрам производство истребителей на заводах, поэтому вопрос об увеличении выпуска истребителей опять стал одним из главных. Яковлев пишет, «Еще в Москве мне стало известно о тяжелых потерях нашей авиации в районе Сталинграда. Говорили, в частности, что яки не выдерживают схваток с мистершмиттами. Но совсем расстроился я после того, как мне позвонил сюда, в Сибирь, директор одного из заводов, также выпускавшего яки, ну, саратовского, видимо, директор Левин. По телефону, в довольно паническом тоне, он сообщил мне, что яки горят. Была очень плохая слышимость, но мне не удалось узнать подробности. Запомнилось только одно – яки горят. Страшная мысль сверлила мозг. Я решил позвонить наркому и спросить у него совета. Но этот разговор был предупрежден другим звонком из Москвы. Меня вызвали к правительственному проводу. У телефона был Сталин. Государственному комитету обороны требовались сведения о состоянии дела на заводе по увеличению выпуска яков. Я рассказал о том, как отнесся коллектив завода к поставленной правительственной задаче. Коротко сообщил о мероприятиях по резкому увеличению выпуска истребителей. А затем добавил «У меня есть сведения, что в воздушных боях с гитлеровцами яки горят. Не будет ли ошибкой так широко развертывать серийные производства этих истребителей?» И доложил о своей беседе со звонившим мне директором. Сказал, что все яки прямо с заводского аэродрома перегоняются на фронт. И в первых же боевых вылетах якобы поджигаются мессершмиттами. На это Сталин ответил, что у Верховного Главнокомандования есть другие сведения о яках и предложил обеспечить риск увеличения их выпуска. Вот так вот. На этом, собственно, эпизод у Яковлева закончен. В мемуарах, на самом деле, документов на этот счет достаточно много. И вообще говоря, тут по времени некоторая, как говорится, неувязочка. То есть, здесь Яковлев говорит уже о более позднем периоде, то есть, о начавшейся Сталинградской битве. То есть, это где-то август-сентябрь 1942 года. Хотя вопрос о том, что яки горят, я так понял, был поставлен еще раньше, где-то весной, в начале лета. Но просто, так сказать, до августа-сентября ничего, собственно, предпринять было невозможно. То есть, те яки, которые они выпускали все весной и продолжали выпускаться летом. И действительно, когда в сентябре начались серьезные бои, большие потери с нашей стороны, причем, действительно, яки горели. Серьезные бои, серьезные потери начались прямо в мае? Ну, не совсем в мае-то не начались еще. Ну, как? А Керчь? А разгром ВВС Крымского фронта? Ну, там Яков-то было еще мало, там еще куча старой батчасти была, так что там как бы это все слабо отражено. А уже под Сталинградом там яки были, так сказать, основной боевой машиной нашей истребительной авиации. То есть, там уже как бы спрятаться в статистике где-то за другие типы было невозможно. И плюс доклады там командира дивизии Коновалова, в частности, 288-й, вот там, что горят буквально от одной пули. Вот это вот все, конечно, относится к периоду Сталинградской битвы. Но, тем не менее, я так понимаю, что вопрос этот у Сталина-то рассматривался раньше все-таки. В частности, есть вот, ну, одна легенда есть, что вот там во время беседы, так сказать, со Сталиным, вот когда Лавочкин там вот то ли 19 мая, то ли 7 июня, вот когда подписывались эти постановления ГКО, редкие случаи, когда он бывал в кабинете у Сталина, значит, якобы Сталин его неожиданно спросил, почему, значит, лаги не горят при поражении в бою, а другие самолеты горят. Вот, якобы, так сказать, Лавочкин ответил, что я не знаю, получил случайно. На самом деле, что-то мне в это мало верится, потому что дельта-древесину Сталин испытывал еще, так сказать, при создании 301 на горючей стамбу. С зажигалкой? Да, с пеплом там из своей трубки. А, пеплом из трубки. Вот, возможно, конечно, он уже забыл об этом к этому времени. Тем не менее, значит, нарком Шахурин 17 июня еще 1942 года подготовил справку для доклада Сталину, в которой писал, в большом числе случаев загорания самолетов при пробивании бензобаков или бензомагистрали и воспламенении вытекающего бензина распространение пламени по отдельным элементам конструкции самолетов происходит столь быстро, что летчик не имеет минимума времени, необходимого для совершения посадки на своей территории. Ну, как мы уже сказали, Коновалов там в своем докладе написал еще жестче, так сказать, не успевает выпрыгнуть с парашютом даже. Наиболее уязвимыми с точки зрения загораемости в конструкции самолетов, помимо бензобаков и всей системы топливоподачи, являются лакированная тканевая обшивка и лаковое покрытие внутренних деревянных частей самолета. Лакировка тканевой обшивки или ронов оперения хвостовой части фюзеляжа, а также покрытие деревянных частей самолетов производится нитроцеллюлозными аэролаками, обладающими чрезвычайно высокой горючестью. Применение до настоящего времени в нашем самолетостроении нитроцеллюлозных лаков обусловлено отсутствием отечественной базы негорючих пленкообразователей. Умно, сказал. Предварительное обобщение имеющихся данных показывает, что некоторые типы самолетов, в частности Лак-3, лучше сопротивляются возгоранию, чем самолеты других конструкций, например Як-1 и Як-7. Указано и объяснимо следующим. Фюзеляж и несущие поверхности самолета Лак-3 выклеиваются негорючим смоленным клеем Виам-Б-3 из нескольких слоев березового шпона. Выклейка внутренних деревянных деталей машины также производится с смолой Виам-Б-3. В первых сериях самолета Лак-3 внутренние поверхности покрывались лаком номер 3 на основе той же смолы. Наличие в клеевых соединениях и покрытиях фенольно-ферма-дегидной смолы Виам-Б-3 обусловило повышенную огнестойкость машины. У самолетов Як-1 и Як-7 хвостовая часть фюзеляжа, оперения и эвероны обтянуты авиаполотном, покрытым нитролаками. Внутренняя поверхность деревянного крыла на последних сериях самолетов заводов 292 и 153 также покрыта нитролаками. Большой удельный вес лакированной тканевой обшивки на самолетах Як обуславливает повышенную возгораемость их. В результате, конечно, какие-то были решения приняты по поводу того, что наркомат химической промышленности срочно должен найти заменители негорючие вот этим нитролаком. И надо сказать, что это было сделано только к концу 1942 года, там, по-моему, в 29-м гвардейском ЯП под Ленинградом первые самолеты то ли Як-1, то ли Як-7, по-моему, Як-1 прошли вот эти покрытые негорючими лаками войсковые испытания. Ну, написали, что уже лучше, конечно, хотя там потери тоже были, этих Яков, большие. То есть, ну, собственно, горючесть или негорючесть на суммарные цифры потерь... Не сильно влияли. Не сильно влияли, потому что это больше было психологическое такое, так сказать, сбит самолет там горящий или негорящий, если по нему, так сказать, попали, да, то только для летчика имеет значение, то есть, сумеет он выпрыгнуть с парашютом и остаться жив, или не сумеет. Или обгорит сильно. Да, и обгорит сильно, да. Клещев же обгорел тоже сильно во время своей, там, последней, по-моему, командировки под Сталинград. Князь Павлович, а вот вы говорили, извините, можно еще вопрос про березовый шпон? Вот у нас же до сих пор есть некая такая понимание историографии вообще и среди широкого круга читателей и любителей истории, то, что самолеты Лавочкин делались из дельты древесины, а вот вы сейчас говорите вот шпоном просто березовым, там, и виамом, короче. Ну, это древесина, это как бы тот же самый березовый шпон, просто склеенный еще под давлением, как бы, приложенным к нему и при повышенной температуре. Вот, из него делались только доски, бруски, то есть, такие, и потом вырезались вот эти лонжероны крыла там. Ну, только для лонжеронов, да? Да, для лонжеронов. А обычная обшивка просто с обычным шпоном? Лонжеронов, скажи, фюзеляжи там и стабилизаторы. Просто у нас есть много, короче. Она не делалась, ну, то есть, давление там вот этими мешками пневматическими какое-то оказывалось, но совершенно не то, что происскрики дельты древесины. У нас просто очень много есть, короче, блогеров, которые говорят, что это был, это не просто был березовый шпон, там, березовая фанера, что это был композит, это был какой-то космический материал. Это композит, конечно, там же слои шпона. Космический материал. Вот так вот соседние, так сказать, под углом 90 градусов привиняли. Ну, любую фанеру, вы же знаете. Конечно. Фанера это... Один свой идёт так, другой так, так сказать, третий опять. Естественно. Ну, вот. Фанера это... Просто всё это склеилось вот этой смолой ВМВ-3, которая, так сказать, имел... Композит космический просто. Лучше сопротивляемость загара. Ну, космический, некосмический. Я, естественно, шучу просто для балбесов, чтобы было понятно, что это была обычная фанера склеения. Технология деревянного самолётостроения, она, конечно, уже ушла далеко в прошлое, сейчас мало кто это всё понимает и помнит. Хотя в то время и книжки издавались по этому вопросу. Возможно, так сказать, их ещё найти, почитать, как там это всё. Рецептуры, все эти режимы склейки и так далее. Кеннадий Павлович, ну, тогда вот про последние серии хотелось бы, конечно, поподробнее узнать по их ТТХ. Как они всё-таки улучшились, не улучшились в связи с внедрением мотора нового, предкрылок и так далее. Да. Ну, здесь вот насчёт предкрылок вряд ли я вам что-то скажу новое, да? Но, тем не менее, вот эти мероприятия, которые задумал Новиков в начале своей деятельности, как казалось, как ему казалось, видимо, давали обнадёживающие надежды на 1942 год. В апреле 1942 года в НИИ ВВС был, наконец, испытан вот тот МЕ-109-Ф2 трофейный, вот, и были получены, сняты кривая скоростей по высотам, ну, и все его лётные данные. А также проведены, видимо, учебные и воздушные бои с нашими вот новыми истребителями, и ЯК-1, и ЯК-7, и ЛАК-3, причём использовались уже и моторы М-105 старые, и М-105 ПФ форсированные. Ну, в части ЛАК-3 там было 5 машин, 28-й, 29-й серии, производства, 21-го завода, все с винтами ВИШ-105 ПФ, 2,8 метра диаметром, на всех стояли уже насадки НИИ, вот, на туннелях водорадиаторов, и их реактивные выхлопные патрубки ЦИАМ, вот, а подвесные баки, бомбодержатели и ракетное орудие были сняты. Ну, то есть, как бы, вот, как Новиков предполагал, вот эта истребительная конфигурация, вроде бы, серийная, да, ну, то же самое на ЯКах, собственно, было. Наиболее полно испытанием подвергнуты были ЛАК-3 28-91 с антенной и мачтой, а также 29-12 без антенной и без мачты, что говорит о том, какая у нас проблема была с радиооборудованием. С радиооборудованием, то, что вы говорили в одном из предыдущих роликов. Да, 17-й серии ЛАК-3, то есть, практически с декабря 1941 года, оснащаемость радиооборудования была резко уменьшена, то есть, передатчик ставился на каждый пятый самолет, приемник без передатчика на каждый третий. Все остальные, то есть, два, каждых трех шли вообще без каких-либо раций, то есть, даже вот мачту, естественно, антенную сняли, да, за ненадобностью, как говорится. Ну, все они были еще трехбачные, видимо, и двухточечные, одна пушка ШВАК и один пулемет ОБС, хотя нет. Значит, на одном самолете, уже в связи с намеченным мероприятием по установке дополнительных баков, ну, его просто загрузили дополнительным весом до пятибачного варианта, значит, трехбачный 3055 килограмм всего лишь полетный вес, а пятибачный 3160, хотя баков на самом деле еще не было. В результате были получены максимальные скорости у Земли 502 километра в час с винтом ВИШ-105 и 507 километров в час с винтом ВИШ-61, в процессе испытаний их меняли. Та на второй границе высотности 561 километр в час со 105-м винтом и 566 с 61-м винтом. При 2550 оборотов в минуту, вот тут вот как раз у мотора М105П все время там была какая-то неопределенность, при каких же оборотах вообще достигается максимальная скорость. Летчики на фронте обычно летали 2500 и говорили, что самые лучшие данные при этих оборотах, они ВВС наставили на 2700, как положено по паспорту. Ну, здесь вот они намерили на 6 километров в час, там больше скорость, 6-7 километров, 567 и 573 с винтом ВИШ-61, все с использованием форсажа, естественно. Ну, набор высоты, значит, 5000 метров с винтом ВИШ-105 составлял 7,1 минуту, а с винтом ВИШ-61 6,4. Ну, тоже не шибко больше. Время виража 18-19 секунд при весе 3055 килограмм и 21 секунда при 3160 килограмм. Набор высоты за боевой разворот 700-800 метров. Примерно близкие или чуть там ненамного, буквально насчитанные километры в час, данные были получены и на Як-1 и Як-7. 16 июня 1942 года командующий ВВС Новиков и главный инженер Репин доложили Сталину, что применение форсажа мотора М-105ПФ позволяет повысить максимальной скорости всех серийных истребителей для высот от земли до 2000 метров на 25-27 километров в час, для высоты 3000 метров на 14-18 километров в час, ну, там провал шел, да, и для высоты 4000 метров на 20-35 километров в час. Кроме этого сокращается примерно на 10% время набора 5000 метров длина разбега, улучшается вертикальная и горизонтальная маневренность, а дальность полета на номинале остается прежней. По лучшим полетным данным и вооружению был признан Як-7, к этому времени на нем уже стояла пушка Шивак и два ОБС синхронных, а по дальности полета ЛАГ-3 в пятибачном варианте. Установка форсированных моторов потребовала лишь незначительного изменения туннелей, вода и масла радиаторов, что уже было внедрено в серийное производство. Вывод Новикова и Репинова гласил, полученные улучшенные летно-тактические данные серийных истребителей позволяют вести борьбу с появившимся немецким истребителем МЕ-109Ф, так как по сравнению с ним испытанные серийные самолеты ЛАГ-3, Як-1 и Як-7 с форсированными моторами М-105 имеют одинаковые горизонтальные скорости полета до 2000 метров, меньшие на 10-15 км в час в пределах 2000-3000 метров и большие даже на высотах от 3000 до 5500 метров. Это они что-то вообще так врали. Они не врали. В апреле 1942 года был уже испытан подробно, наконец, в НИИ ВВС тот самый трофейный МЕ-109Ф2, который был захвачен в декабре 1941 года. К сожалению, наши испытатели не смогли понять, что в системе наддува мотора этого самолета имеется скрытый дефект, который не позволял получить максимальную мощность мотора на высотах выше примерно 3000 метров. То есть, замеренная в НИИ ВВС высотно-скоростная характеристика этого самолета соответствовала реальным данным только от земли до высоты примерно 2900 метров. Дальше было получено, что скорость снижается самолетом, хоть что не соответствовало вообще действительности. То есть, потом, когда появились данные от англичан об их испытании, такого же примерно самолета МЕ-109Ф2, тоже трофейного, оказалось, что на самом деле имеется и вторая скорость нагнетателя, хотя у него там не была турмобуфта с непрерывным изменением наддува мощности. Но на высотах 6-7 тысяч метров, его скорость, конечно, была гораздо выше, чем наши намерили. А наши намерили, что на высоте 2900, там, 567 километров в час, ну и в земле 510. И посчитали, что немцы идут тем же путем, что и мы, то есть, за счет снижения высотности повышают мощность мотора на низких высотах для того, чтобы… Ну, вот мы видим, что во всех документах указывается, что немцы стремятся вести бои на низких высотах, то есть, имея здесь как бы преимущество в летных данных, именно поэтому они вот такую, так сказать, тактику и применяют. Ну вот, и в результате мы тоже идем правильно, снижая высотность мотора М-105 и повышая здесь его мощность и, соответственно, скорость. Так они земли-то намерили что-то не то, потому что там то ли движок был уже ушатанный у него, потому что он все-таки, видимо, давно летал, он же строевой был самолет. Он был строевой самолет, он уже у нас, да, качество, опять же, нашего бензина, там, по сравнению с немецким, ну, то есть, там… Обслуживание, тоже непонятно. Как всегда, испытание трофейных самолетов, что у нас, что у немцев, оно всегда показывало заниженные летные данные, потом, так сказать, и немцы испытывали наши самолеты там и тоже получали более низкие данные, чем у нас замерялись. Понятно. Тем не менее, вот у Новикова была в мае месяце и в начале июня еще определенная уверенность в том, что летом 42-го года наши истребители с помощью вот этих всех мероприятий технического плана, которые он сумел провести вот в мае, и плюс организационные там, да, уже объединенные управлениями частями в масштабах фронта, позволили все-таки нам более успешно бороться с немецкой авиацией в 42-м году. К сожалению, увы, эти надежды его не оправдались. Правда, в июне он еще об этом, видимо, не знал, не догадывался. Да, может быть, уже начал догадываться, но тем не менее, я думаю, что нам стоит вопрос именно… Другой раз поговорить. В ВВС, да. Вопросы ВВС именно с точки зрения использования его на фронте, ну и плюс подготовка летного состава, там и все эти вопросы обсудить отдельно все-таки. Ну и про поздние лаги, наверное, отдельно следует поговорить. Ну, у нас про лаги еще осталось две темы, собственно, да, 37-миллиметровые пушки, это вообще, так сказать, отдельная песня, которая к использованию на фронте там имеет очень небольшое отношение, да, в основном это вот закулисные всякие там… Игры. Игры, да, в наркомате вооружения. Ну и плюс вторая часть истории ЛАГ-3 уже на заводе номер 31 под руководством главного конструктора Горбунова, который начинается примерно как раз с лета 42-го года, ну и завершается уже там весной 44-го с окончанием серийного выпуска самолета ЛАГ-3. Это уже несколько другая история по сравнению с вот этим лагом. Ну, да. Когда за него отвечал Лавочкин, там-то интересные свои детали, в общем, есть, то есть, которые мы еще обсудим, но, тем не менее, вот это уже другая тема, а на сегодня мы, наверное, на это пока поставим точку. Хотел что сказать, ну, получается то, что все-таки, несмотря на все усилия, попытки внедрить и новый мотор сфорсированный и так далее, довести даже до уровня, скажем так, опытного самолета так и не удалось, да, даже к лету 42-го года? Ну, мы видим, что 41-й год был у нас, как бы, если в 40-м году мы сделали в опытных самолетах шаг вперед и догнали и перегнали место 9Е, то в 41-м году в серийном производстве мы в значительной степени потеряли даже эти достижения, а нового шага вперед сделать не удалось, то есть, более мощные моторы получить в 41-м году не удалось, так сказать. Ну, вернее, М-82 появился, но до его установки на боевые самолеты еще, как говорится, дело не дошло. Ну, и общее качество снизилось за счет того, чтобы… Ну, плюс, естественно, проблемы серийного производства, плюс, так сказать, эвакуация, плюс все остальное привели к тому, что мы, если немцы ввели новую модификацию, причем в серию вместо 9Ф, то мы, наоборот, скатились в обратную сторону. Ну, они уже летом 42-го уже Ж2, в общем-то, ввели. Значит, да, перед нами вот на 42-й год как раз и стояла задача опять делать какой-то шаг вперед, но мы сделали не шаг, а, так скажем, шажок вперед. Это нам удалось. Но про это мы тоже в следующий раз поговорим. Да, немцы сделали, да, шаг действительно еще один. И 42-й год для нас был, к сожалению, очень непростой, так скажем, если даже не более трагичный, чем 41-й. Вот, потому что, как правильно, в некоторой книжке указано внезапности-то уже не было. Да, спасибо большое, очень интересно, ждем продолжения разговоров. Приходите к нам еще. Будем стараться. До новых встреч. Спасибо за внимание. Всего самого наилучшего. До свидания. Продолжение следует...